Сейчас ей 41, у неё была бурная молодость и многочисленные романы с коллегами по цеху. Да и имя отца своей единственной дочери наша героиня до сих пор скрывает. А впервые замуж она вышла, только недавно. Как сложилась непростая личная жизнь звезды Кармелиты и ведущей программы «Доброе утро» Юлии Зиминой. Она проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Кармелита». Именно роль цыганки прославила нашу героиню, родом из Саратова. И распахнула перед ней двери в мир театрального искусства. Она же и принесла первые серьёзные отношения. Во время съёмок между Владимиром Череповским и Юлией Зиминой закрутился бурный роман. Актёр, сыгравший цыгана Стёпку, в жизни оказался ревнивым человеком. А неиздержанность и порывистость сожителя привела пару не в ЗАГС, а к расставанию. Следующим партнёром стал женатый Максим Щёголев. Ради страстной и пылкой Зиминой любвеобильный актёр ушёл из семьи, где подрастали двое маленьких детей. Но, к сожалению, и эти отношения быстро распались. Юлия поняла, что он не её мужчина. Средства массовой информации приписывают знаменитой актрисе многочисленные связи с коллегами по различным проектам. Например, с Ильёй Авербухом, руководителем «Ледникового периода», с соведущим Тимуром Соловьёвым и со спортсменом, которому пресса приписала отцовство единственной дочери Юлии Зиминой. Но актриса опровергла эти слухи. Наша героиня держала в секрете и свою беременность, и роды. Только через несколько месяцев после появления на свет Серафимы общественности стало известно, что звезда Кармелиты стала мамой. Кто отец её дочери, это Юлия до сих пор скрывает и имя мужчины держит в тайне. Поклонники считают, что это или влиятельный человек, или женатый коллега, который не может афишировать свою связь с актрисой, или уйти от законной жены. Как бы там ни было, но недавно актриса вышла замуж. Её супругом стал бизнесмен Денис Новиков, которого Юлия считает самым лучшим мужчиной на свете. Он стал отличным мужем и прекрасным отцом для дочери Серафимы. Давайте пожелаем талантливой и красивой Юлии Зимину личного счастья и благополучия. Пусть она ещё не раз испытает радость материнства.